Всем привет! Сейчас в Москве отличная погода, и мы решили прогуляться. И чтобы не было скучно, мы решили взять вас с собой, зрители и шоу-прогульщики на канале Fuzzle English. Конечно же, это не будет обычной прогулкой. Сегодня мы с вами не только погуляем, но и поговорим о привычных нам вещах на английском языке. Также мы вспомним предлоги места и выучим несколько идиом. С вами Егор. И Юля. Будет интересно. Не переключайтесь. Итак, начнем нашу прогулку с места, где мы находимся. Это набережная Москвы-реки. Кстати, набережная на английском будет embankment. Юль, а ты знаешь, как бы называлась набережная, если бы мы были у моря? Конечно, она бы называлась seafront. И если вы хотите сказать, что вы находитесь где-то, например, на набережной или на проспекте, авеню, тогда мы будем использовать предлог on. А если вы хотите не просто сказать, где вы находитесь, а уточнить место, то тогда мы используем предлоги А чтобы сказать, что парк находится возле реки, то есть носители языка используют слова Да, кроме простых предлогов есть еще более сложные, более разнообразные предлоги, которые помогут улучшить вашу речь, сделать ее более интересной и разнообразной. Егор только что употребил предлог behind, позади, за. А вот если мы хотим сказать, что что-то находится спереди или впереди, мы будем использовать предлог in front of. I'm standing in front of the entrance to the park. А если что-то находится за каким-то городским объектом, мы используем три предлога. Behind, beyond и across. Behind означает позади или зачем-то. Например, let's meet behind the yard in the park. Предлог beyond подчеркивает, что что-то находится не просто за каким-то объектом, а далеко позади него. Например, Предлог across используется, когда что-то находится на противоположной стороне чего-то, например, улицы, парка или реки. For example, Да, все именно так. Друзья, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, знали ли вы об этих предлогах и придумайте свои примеры на них, чтобы закрепить знания. Мне очень нравится центр Москвы. Кстати, центр города, можно сказать, не только city center, но и the heart of the city, то есть сердце города. Так могут называть не просто центр города, а культурный центр. Место, где собраны самые красивые места для собраничателей. То есть, где люди любят собираться. Кстати, в английском есть идиома Hit the town. Она означает, когда люди хотят собраться и, возможно, даже выпить в сердце города. In the heart of the city. Югор, ты что, у нас же культурная программа. Давай поговорим лучше о месте, в которое мы пришли. А мы подошли к прекрасному парку. И сейчас мы находимся outside the park. Значит, вне парка. А когда мы зайдем в него, мы будем inside the park, внутри него. А также мы можем сказать, что мы находимся в парке. In the park. В английском есть классный идиома. A walk in the park. Это значит, что человеку дается что-то очень легко. He's used a hard physical work. This is a walk in the park to him. There are trees on the left. Если мы говорим, что что-то находится с какой-то стороны, то мы употребляем предлог on. On the left, on the right. Юля, я уже так вот полгода на самом деле. Let's go and sit on a bench. Okay, let's go. Хотите учить английский вместе с нами? Присоединяйтесь к Puzzle English. На нашем сайте собрано более 600 часов уроков. Каждый день в личном кабинете формируется индивидуальный план занятий с учетом потребностей студента. А автоматизированный тренажер грамматики позволяет тренировать все времена, неправильные глаголы и многое-многое другое. Первые две недели абсолютно бесплатно. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. Смотри, а здесь рядом находится дорога, и по ней ездят машины. The cars are on the road. И в них ездят люди. Ого! Ого! The people are in the cars. Можешь объяснить, почему такая разница в предлогах? Конечно. Здесь действует одно очень простое правило. Предлог in мы используем, когда объект находится в каком-то ограниченном пространстве. Как, например, люди в машине, in the car, или мы, in the park, в парке. Предлог on мы используем, когда объект находится на поверхности. Как, собственно, машины. Cars on the road. Чтобы больше узнать о предлогах и выучить английский язык, присоединяйтесь к Puzzle English. Ссылочку мы оставим в описании. И не забывайте ставить лайки этому видео. Мы надеемся, что это видео вам очень понравилось. А на этом сегодня все. С вами были прогульщики Юля и Егор. See you soon. Bye-bye.